Разные сферы деятельности семьи подвержены воздействию социальных и психологических давлений, факторов, которые осложняют жизнедеятельность семьи. И все вот эти факторы вызывают стресс. За счет чего семья справляется со стрессом? Первой работой, посвященной коппингу семейных работ, является работа американского исследователя Хилла, которая была опубликована в 1946 году. Так работа Хилла, автор Хилл, который в 1946 году, исследуя жизнь семей, в которые вернулись солдаты и офицеры с фронтов Второй мировой войны, опубликовал работу, в которой написал, как семья совладает со стрессом длительного отсутствия отца и затем встраивание отца в семью, где уже выросли дети. Семьи отсутствовали по 5-6 лет. Начинали с 1939 года, возвращались к 1946. И Хилл опубликовал монографию, стержнем которой являлась следующая формула. Ее очень легко запомнить, она называется ABCX-формула. Что же это за формула, что же это за модель? Хилл написал, давайте мы ее сначала запишем, а потом каждый саможитель этой формулы, что это X, есть некоторое произведение от факторов ABC. Что же это за факторы? Что такое X? X, сказал Хилл, это семейный кризис. Семейный кризис. Семейный кризис. Как мы только что с вами сказали, он может быть растянут во времени, он может быть острый и сжат во времени. Вот то, насколько он длительный и насколько хорошо семья в принципе может справиться с кризисом, зависит от следующих факторов. Что же это такое? Первый фактор A – это стресса. Давайте мы вспомним с вами, мы на втором модуле говорили о стрессах и говорили, что само понятие стресс произошло от английского слова стресс давить, напрягать. И вот ситуация давления, напряжения – ситуация стресса. А стрессор – это явление или персонаж, которые осуществляют это давление. Так вот, в каком же смысле, говорит Хилл, копинг проблемы, то есть то, как семья справляется с проблемой, с кризисом, в какой же мере она зависит от стрессора. Почему это такой важный фактор? И важность этого фактора, подчеркивает Хилл, не в его масштабности саму по себе, а в том, насколько ясно и четко семья может выделить, почему она страдает. Смотрите, вчера был великолепный пример в лекции представителей Верховного суда. Давайте вспомним. Один сосед подает в суд на другого соседа, а иск «Ваше дерево заслоняет свет в мои окна». И стрессором на первый взгляд выступает дерево. Надо устранить дерево. Однако медиатор, грамотный психолог, путем несложного опроса выясняет, что стрессором является вовсе не дерево, а нелюдимость соседа, которая раздражает окружающих, потому что они привыкли вместе барбекю жарить, шарики в воздух запускать. Они привыкли вместе веселиться, и вдруг здесь один спрятался за деревом и их игнорирует. Так вот, если бы спилили неповинное дерево ни в чем, правда, кризис отношений бы никоим образом бы не был разрешен. «Нашли бы другое». Слишком громко вода в кране течет, слишком часто на лифте ездит и беспокоит окружающих шумом. Можно найти самые, казалось бы, нелепые поверхностные причины для того, чтобы скрыть истинного стрессора. Поэтому давайте мы еще здесь были и замечательные… У нас у каждого есть пример, такие примеры, когда вдруг мы приходим, например, к родственнице на день рождения и дарим как бы на самом деле от всей души подарок. И потом выясняется, что подарили не то и не так. И дело не в подарке, а в том, что подарок позволяет ей, этой родственнице, наконец-то проявить свои истинные чувства. Правда? И стрессором является не наш подарок, а нечто в наших отношениях. Поэтому мы давайте запомним с вами, она потому и и стоит этот компонент в копинговых стратегиях. Что решение любой семейной проблемной ситуации, то есть поиск выхода из стрессовых ситуаций начинается с глубокого анализа того, а что же создаёт эту ситуацию, что является истинным стрессором. Или ревность, или обиженность, да? Поэтому давайте мы с вами запишем, что стрессор, стрессор в формуле копинга это глубинная причина. Глубинная причина, порождающая кризисные явления. и чем более ясно, семья осознаёт истинный стрессор, тем легче ей, семье совладать, то есть осуществить копинг стрессовой ситуации. Надо сказать, что я очень рада была, когда мы слушали эти примеры все из иностранной жизни, это был такой неявный комплимент нам, что мы-то деревья срубать не просим. Но мы с вами из нашей психологической практики понимаем, что у нас тоже вполне много таких самодурствующих соседей, родственников. Потому что у меня, например, есть сейчас непосредственно свежий случай из практики, когда молодая семья приобрела квартиру на четвёртом этаже и родила ребёнка. И колясочки, вот эти прогулочную, стала оставлять на лестничной клетке. И им объявила буквально войну соседка, которая ни разу не произнесла, что мне мешают ваши коляски. А всё время говорила, что я, конечно, понимаю, что вы заняты ребёнком, и вам некогда следить за чистотой, но вот вы что-то там, на ступеньке я грязь обнаружила, вот там, и они совершенно, значит, уже говорят, что мы бахилы начнём одевать, когда в подъезд входим, как в медицинское учреждение заходим. И в результате, когда мы поработали, я сказала, что вы поговорите с соседкой и задайте первый вопрос, а не мешает ли ей то, что стоят коляски? Потому что признаться женщине, которая сама растила детей, понимает, каково четвёртый этаж без лифта, эта пятиэтажка без лифта, ходить с этой коляской, это ей будет неловко признаться. И поэтому, возможно, мы так удачно найдём стрессор, что вообще ситуация сразу разрешится. Так и оказалось. Понимаете, она вылила агрессию, она говорит, я один раз споткнулась об вашу коляску, и теперь всё время боюсь споткнуться. Представляете, глубину уже стресса, она уже приходит на этаж и боится споткнуться. И мы разрешили эту ситуацию. Понимаете? И соседка уже не ходит и не ищет, где здесь грязь. Понимаете? Потому что она понимает, что про неё уже всё понимают. Про уровень её человеколюбия, который выражается через нелюбовь к коляскам. Субтитры создавал DimaTorzok